всех со возвращения мир 2 готики это вторая серия нашего прохождения в которой мы продолжаем свой путь в город харинес уже вечереет не хотелось бы конечно дойти до города или другом каком-то месте переночевать вот табличка нам подсказывает что мы на верном пути вот нам попался тут человек какой-то в пещеру да ты такой взялся бандит как бы намекает что надо с ним быть очень-очень осторожным порядочного человека бандитом не назовут давать им не будем говорить самое от ксадоса я спустился с гор точно ты спустился с гор это плохо для тебя очень плохо тебя ищут целая куча плохих парней есть человек с которым тебе просто необходимо переговорить иди за мной так вот как я и говорил это может быть ловушкой как-то он подозрительно бровями водит давайте его попробуем разговаривать не будем соглашаться куда-то идти непонятно зачем кто ищет меня за тобой охотиться половина харинеса а ты хочешь сказать мне что ничего не знаешь об этом понимаю ты не хочешь говорить мне об этом хорошо это твое дело так ты идешь или нет о чем говорить с кем я должен поговорить с нашим главарем его зовут брагу он лучше все тебе объяснит чем я ну что ты мы идем вот откуда мне значит это не ловушка откуда мне знать что это не ловушка знаешь я уже устал от тебя если тебе не нужна моя помощь можешь просто идти в город пусть там тебя посадят за решетку либо ты сейчас идешь со мной либо забудь о том что я тебе говорил не пойму почему мне в городе должны посадить за решетку ну по идее раз я заключенный я не знаю я считаюсь сбежавшим заключенным барьер ведь разрушен скорее всего да скорее всего считаясь поэтому действительно нам не стоит как бы часто суетиться но тут есть возможность продолжить разговор давайте пока все же не будем соглашаться полегче приятелей кое-кто уж и пытался провести меня а этот парень предложил чтобы мы вместе нашли амулет и поделили доход на нашей цели он со своими дружками напал на меня похоже ты просто связался с плохими людьми и где это было в принципе думаю бандиты можно сказать что мы были заключенным я был заключенным в горнодобывающей колонии ты пришел из-за барьера парень тогда мы были там вместе я не знаю тебя я был шахтером старом лагере 4 уже почти никогда не выходил но сейчас важнее то что у тебя большие проблемы кто-то назначил кругленькую сумму за твою голову и раздал несколько постеров с твоей физиономией на твоем месте и я был бы очень очень осторожным среди нас есть люди которые за деньги готовы убить свою собственную мать но я думаю что мы бывшие заключенные из колонии должны держаться вместе тогда я должен сказать тебе большое спасибо пусть таки просто постарайся остаться в живых что-то он кажется врет мне все равно я всех рудокопов убил старом лагере как это ты так выжил а но если он был только в старой шахте тогда когда ее завалило и каким-то чудом выбрался но опять же я бывал старой шахте я тебя не помню кто назначил цену за мою голову я этого не знаю только один из нас видел его и кто это и послушай я действительно не могу сказать тебе это кто знает как все выйдет почему тебе поменялся голос что с тобой случилось так давайте все таки попытаемся узнать кто-то за нами охотиться 10 золотых монет за имя того кто назначил цену за мою голову я действительно не могу сказать выкладывай живее ах парень хорошо его зовут декстер около большой фермы есть крутая скала на ней сторожевая башня и несколько шахт он устроил свое логово где-то там видишь это было не так уж и сложно вот твое золото только никому не говори что это я назвал тебе его но мы хорошо помним декстера это призрак торговец из внешнего кольца старого лагеря я его приспокойненько убил как это он воскрес не объясните ли вы мне ну ладно как бы пусть игра не предусматривает то что я его убил и спокойно его перенесли из первой готи к вторую какой ему смысл охотиться на меня пьяно там нормально с ним торговал а то что там кто-то посчитал меня предателем я не думаю что это прямого должно так ополчить не совсем мне понятно его мотивы и тем более каким образом он связан с разбойниками он вроде то ну в обычный торговец был призрак странно так а что за постер могу я взять эту картинку конечно ведь на ней твоя рожа ну смешно есть что-нибудь еще что может заинтересовать меня ты имеешь в виду эту местность если хочешь остаться в живых тебе лучше держаться дороги чем дальше ты заходишь в глушь тем опаснее там находиться на твоем месте я бы не ходил в эту пещеру мои приятели что живут там сдерут с тебя шкуру живьем а то есть ты хотел завести меня в ловушку ах ты подлец и если бы я тебе не раз говорил что бы было ну подожди сукин сын у него был слишком большой замах его было легко на этом ловить косяк из болотной травы все таки видать он не соврал и действительно был в колонии раз знаком с травой так ну что хотя удар у него неплохой был надо это отметить так как нам восполнить ману синяя бузина джин давайте бузину вообще бой был не из легких а он сказал мои приятели живо сдерут с тебя шкуру и значит там ни один разбойник пока минимум два а как максимум так я уж не знаю похоже без магии здесь никак не обойтись правильно я сделал что взял огненную стрелу может даже стоит взять огненный шар брага вот этот начальник не добил 1 2 отлично эй я нигде не видел твою рожу раньше видел видел брага ключ какой-то у него мы нашли так ну неплохо все прошло хотя и довольно таки опасно это было сохраним неплохо у них так все тут обставлена такая даже картина если вы смотрите какая прелесть о и кровать что немаловажно сейчас мы поспим до утра горпи нападает на какого-то воина который кстати похож на нас в тех рудных доспехах на рад этого сундука как раз был ключ короткий лук у нас такой и несколько стрел что радует пополнили запас стрел да луки идентичны секундочку а все правильно так а подождите что там за документы мы нашли сообщение задерживайте всех спустившийся с гор вполне вероятно что через проход попытается пройти старик не дайте ему обмануть вас это очень опасный колдун присматривайте за ним это имеется ввиду ксардос возможно человек которого мы ищем выйдет с ним на связь с этим письмом я посылаю вам 30 золотых монет я дам еще 30 монет любому кто убьет этого человека как-то дешево нас ценят в 60 монет что за пошлятина принесите его голову к старой шахте около поместья землевладельца д декстер мы уже знаем старая шахта около поместья землевладельца ну пока я думаю нам не стоит туда там показываться но на будущее возьмем все на заметку неплохо нарисовано а кто что-то меня рисовал скажите мне пожалуйста так ну 12 час ночи давайте поспим можно было и не есть раз я собирался спать чтобы восстановилась без здоровья но ничего страшного ну хорошо выспались и отдохнули рядом с двумя трупами кстати я же его убил вот здесь где-то как его труп переехал сюда он за ночь полз что ли интересный момент что за дубина с шипами а непонятно у нас лучшее оружие подъем здесь 8 00 отлично рассыло и мы продолжаем свой путь по светлому уже трупы никуда не делись так ну что тут будет какая-нибудь живность такая густая тут растительность по сравнению с первой готикой что можно и пропустить нот волка видим молодой или нет молодой ну отлично все складывается есть больше никого площадь этого острова хоринос заявленная разработчиками 25 квадратных километров значит что если он близок к квадратной форме а где-то примерно так и есть то стороны составляет а что ж такое по 5 километров то есть из одного конца в другой ну если не по диагонали да по прямой не с одной не с противоложных углов а с противоложных сторон это будет 5 километров при скорости ходьбы то что ж сюда никак не запрыгнуть ровные есть здесь где-нибудь края странно как-то это все выглядит там наверное что-то интересное есть раз то он просто так не хочет запрыгивать при скорости 5 километров в час мы должны это расстроение преодолеть за час он слава богу здесь мы сможем пройти дулю с маком что мне кажется немножко конечно неправдой потому что ну за час это слишком много ну минут за 15 мы пройдем хотя это бег да если идти но возможно действительно на это потратиться целый час может это и правда в любом случае не совсем понятно как эти игровые километры мерились не ну в принципе тут есть какие-то наверное абсолютные величины ну допустим рост героя да сколько он там метр семьдесят ну вот сколько героев можно уложить по карте голова к ногам так ладно в общем не могу туда попасть что меня раздражает о давай 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 это было близко ну еще раз попробую да в кабине всего будет что там если ничего нету для того чтобы это узнать туда надо попасть что что-то такое я давненько проходил уже вторую готику где-то наверное лет пять назад последний раз поэтому не все помню ладно бог с ним что здесь у нас статуя и носа и подношение ему можем ли мы помолиться и носу помолиться молиться жертвовать 100 золотых 50 10 или не жертвовать вообще но я считаю что и нас обидится если мы пожертвуем меньше чем 100 но пока я такую сумму не готов так свободно отдать хоринус все правильно мы на верном пути поэтому оставим это занятие на потом когда у нас уже будет денежек побольше я вижу там какая-то ферма кровяная муха ой поеде они все так подходить с той стороны куда ближе они так быстро перемещается что пойди улови тот момент две три еще и волк так как то это все неприятно есть малая крайная муха кровавая ну неплохо из этого не выйдет ничего хорошего все таки насколько лучше с таким управлением играть бои намного удобнее стало проводить все таки две согрелись сейчас это может печально закончится ну и плюс ко всему связка из двух ударов это конечно круто и обратили внимание что он одну ручку сразу же держит одной рукой а не двумя как было в первый год по началу ну это был конечно вообще коровы из этого не выйдет ничего хорошего ничего не выходит из этого это правда так давайте водички выпьем наверное у него после такой жаркой схватки во рту пересохло и еще бутылочку кстати вторую готику делала всего 8 человек а сколько интересно делают людей так ну этих овец мы трогать не будем я справедливо полагаю что вот тут хозяин наверное фермы или работник на ней нас за это не поблагодарит так вот готику делала всего 8 человек меньше чем вторую меньше чем за два года первую по моему такой же состав или даже там по моему меньше было людей я могу ошибаться не буду наставить но вторую я специально посмотрел 8 человек всего делали и такой получился шедевр а сколько людей делают допустим там какой-нибудь call of duty battlefield такой жесткий прессинг волкова существует а толку нет игры выходят абсолютно бездушными и толку что там картинка вся блестит и вся она такая технологичная и сглаженная ухо а я в реале так не не рыблюху виртуальная героя по караму ничего страшно я надеюсь им не случится разнообразно у него питание то трава то вода керюха пожалуй первая пища которая дает калории гоблин да танцует в кустах а это не малый гоблин а это не помню около озера был малый или обыкновенный а нет обыкновенный там ничего нет ну и очень плохо там чего такое оооо нет черные гоблины это пока нам рановато так ну более менее здесь почистили пойдемте посмотрим что за ферма что тут выращивают клюкву али брюкву картошку али морожку довольно таки много овец посмотрите даже овцы разные есть потемнее есть посветлее а это бараны овца с рогами и без он на чего даже в таких мелочах а какая прелесть малец привет чужеземец здраво видел как ты спустился с гор тебе повезло что ты не пришел три недели назад мы бы приняли тебя за беглого каторжника а с ними у нас разговор короткий ты выглядишь абсолютно измотанным что тебе нужно здесь вот это потому что я 13 дней под камнями пролежал ни живой ни мертвый мне нужно а давай вот так вот отвлеку твое внимание на меня напали бандиты в горах вот мерзкое отродье это вероятно те же ублюдки что увели у нас овцу прошлой ночью тебе еще очень повезло редко кому удается уйти от них живым я не помню я видел их у них там овцу ну или там шкура овца или там труп овцы не помню такого эти бандиты больше не будут беспокоить вас эти бандиты больше не будут беспокоить вас почему они мертвы они не на того напали слава и носу вот здесь немного но я хочу чтобы ты принял это я расскажу остальным об этом я иду в город учитывая то как ты выглядишь тебе придется подкупить стражу чтобы попасть в город и ты должен знать что они хотят услышать и что это ну например что ты с фермы лобарта и идешь к городскому кузнецу но это тебе не поможет ты не похож на фермера понятно это комплимент мне нужно снаряжение могу представить я честно скажу тебе у нас нет ничего чем мы могли бы поделиться хотя если ты можешь заплатить лобард продаст тебе кое-что ну или ты можешь пойти к нему и спросить нет ли у него какой-нибудь работы это директор фермы а он стоит руки в руки это ведь его ферма и не пытайся надуть его он избил и вышвырнул с фермы уже много бездельников намекаю что он сильный и надо с ним договариваться по хорошему я в любом случае сейчас не собирался себе неприятности находить на первые же дни приключения еще одна грязная тварь где что? ух ты одной мерзкой тварью меньше да а овцы как испугались как все таки здорово все сделано откуда остальные побежали иди овец собирай глянь у тебя от стада ничего не осталось куда они все рванули вот это да а вон все возвращаются ой кто тьма отнущая вот это лобарт неплохое тут хозяйство голов пятьдесят овец только зажиточный что ты тут ошиваешься на моей ферме ты на чьей стороне на стороне восставших фермеров или на стороне короля это что еще за история я не понимаю что? не пытайся меня провести мальчик я хочу знать на чьей ты стороне так на чьей же ну вот пристал как банный лист я вообще понятия не имею что у вас тут за конфликт ну раз ты крестьянин я скажу что я с крестьянами это же логично я с крестьянами ха этот чертов смутьян онор сведет нас всех в могилу как ты думаешь как долго еще здесь будут паладины после того что сделал онор весь город гудит как улей как идут здесь дела ты не знаешь как здесь идут дела мальчик ты вообще откуда свалился мы на пороге гражданской войны как это мило до последнего времени фермеры считали долю отдаваемую городу вполне справедливой но с тех пор как в хоренис пришли паладины городская стража наведывается к нам все чаще и чаще и немного понемногу они так скоро заберут все что у нас есть если так будет продолжаться и дальше у нас ничего не останется для самих себя некоторые фермеры стали бунтовать онор был первым из них история стара как мир увеличение податей приводит к восстанию населения расскажи мне подробнее об этом анаре онор самый крупный фермер в этой местности он порвал отношения с городом говорят он нанял наемников чтобы те не пускали на его земли городскую стражу не могу винить его за это как бы то ни было больше ни один королевский солдат не осмеливается ступить на его землю а наемников он конечно же взял из беглых каторжников с долины рудников хорениса иначе откуда бы еще а кто эти наемники которых нанял она я мало что знаю об этих парнях предположительно большинство из них бывшие каторжники из колонии из чего спрашивается от них можно ожидать ну а кто еще туда пошел а им как то есть надо чем они будут зарабатывать вот этим и будут все логично а что насчет тебя ты то на чьей стране крестьян или короля я слишком близок к городу чтобы у меня была возможность выбирать но я даже рад этому я бы все равно не знал что решить король пьет нашу кровь аонор направляет своих наемников против всех кто не хочет присоединиться к нему вот почему большинство фермеров все еще не определились но рано или поздно им придется выбрать одну сторону или другую красные придут грабить белые придут грабить куда же бедному крестьянину податься мне нужна приличная одежда я могу дать тебе приличную крестьянскую рабочую одежду ты можешь заплатить за нее ты мог бы отработать часть ее стоимости если ты один из тех кто ищет работу думаю это мне подходит а сколько она стоит сколько стоит эта рабочая одежда так посмотрим малит говорит что ты прогнал бандитов эти ублюдки доставляли нам много проблем спасибо что избавил нас от них шестьдесят золотых монет это все еще слишком дорого для меня как знаешь давайте попробуем еще раз еще немножечко сбить цену я уже оказалось попутно выполнил одно из заданий на этой ферме сам того не заметив зачистив пещеру от бандитов я ищу работу мне не нужен еще один постоянный работник но я могу предложить тебе подденную работу я хочу сказать ты можешь помочь на поле также здесь еще наверняка найдется кое-какая работенка для тебя я могу заплатить тебе золотом или дать приличную одежду это одежда стоит довольно дорого я не могу отдать тебе ее просто так но я могу продать тебе ее дешевле если ты поработаешь на меня судя по тому как ты выглядишь я бы сказал бери одежду работа следующая на небольшом поле за амбаром нужно собрать репу хорошо тогда поторопись пока я не передумал и вот я который убил спящего вот это да который был самым сильным человеком и богатым и могущественным и влиятельным во всей колонии заключенных должен собирать репу для какого-то хитро умного крестьянина вот такая вот ирония жизни ну все когда-нибудь изменится я думаю не будем же мы всю игру заниматься сбором корнеплодов ну что твои рабочие делают тут времени даже на игровое перерасчет на игровые часы ну сколько это час заняло все или еще что а что тут у тебя в амбаре а за амбаром а за амбаром лечебное растение даром лечебное растение даром огненная крапива чё и тут мельница а что ты тут крутишь репу что ли злаковых я тут у тебя что-то не видел так давайте никого тут нет не видел он как я зашел сюда так тут у нас есть кровати но кровати меня мало интересует меня больше как бы ох ты ж нычка в стогах сена а вот и сена так что все правильно все сходится так ну пойдемте отдадим репу эй ты вот твоя репа да похоже ты не такой уж бездельник как кажешься отнеси ее моей жене в дом и скажи ей чтобы она приготовила ее я могу дать тебе пять золотых монет как щедро или продать тебе одежду дешевле что выбираешь одежду дешевле лучше продай одежду дешевле хорошо я отдам тебе ее на десять золотых дешевле это ты сама щедрость у тебя есть еще какая-нибудь работа для меня нет но ты можешь спросить у моей жены или парней на поле возможно им нужна помощь ну ладно пойдем спросим то тут его жена обитает домик скажем так нехилый но страдает той же болезнью что и большинство строений в готике что 1 что 2 у этого дома нет дверей на что эти люди надеются на что они рассчитывают хотя в принципе вот даже в наших деревнях до поры до времени а может каких-то глухих глухих деревушках и сейчас действительно на но двери есть конечно но на дверях нет замков там такие вот я был еще помню в детстве своей бабушки под орлом там действительно нет никаких замков такой крючок чтоб если дверь на крючке значит никого не дома если крючок открыт значит дома можно в гости заходить там на всю округу потому что было там пять или семь домов соответственно жили семь семей они друг друга знали уже не в первом поколении поэтому чужих там не было они все были бы там как на ладони поэтому там действительно кого там было ну а если что-то глобальное какая-то там ну как гражданскую войну да кто-нибудь пришел бы но никакой замок бы от них уже не защитил поэтому замка за этого не выйдет ничего как смысл отсутствовал так что такие дела может не так уж это и странно странное каменное строение что-то типа стон хенджа какой она имеет смысл имеет какой-то или это просто декоративное украшение элементы декора сделано грубо не высокотехнологичными цивилизациями хотя конечно масса блоков о кожаный кошелек а вот и хари нас надо полагать здоровый город и стены каменные высокие башни серьезный город наверное там серьезно социально вообще все это организовано со своими там стражей и прочими блестителями порядка я так понимаю но это столица острова всего и ему в том числе была подчинена колония в которой мы были в прошлой части игры так что да поселение наверное серьезное сколько там будет жителей а сколько квестов сколько нас всего ждет впереди торговцев торговцев наверное много всего интересного и наверное много много домов и у этих домах я надеюсь так же не будет дверей а в этих домах будут сундуки а это значит оно всего две отмычки на этот момент значит неплохо бы нам выучить кое-какой воровской навык на вот эти вот десять полученных очков так ладно где там твоя жена книжка неактивно это бутафория крестьянин да крестьяне читать не умеют они поставили бутафорию вот она женщина у плиты что ж это бут первая женщина в готике с которой мы поговорим в первой части как вы помните женщины были элементом декора игры не разговаривали с нами только танцевали ну или там полы мыли а также им нельзя было тумаков навалять они были настолько редки что были занесены в красную книгу эй я принес тебе репу отлично этого должно хватить чтобы накормить наших работников до отвала раз уж ты все равно здесь я видела как мимо прошел странствующий торговец это было несколько минут назад я думаю он где-нибудь остановился по пути в город сходи к нему может у него найдется сковородка для меня как ты могла видеть кого ты стоишь жаришь там что-то на плите спиной к двери и еще дома находится на расстоянии от дороги что ты там могла видеть женщина или у тебя глаза на затылке ты дашь мне что-нибудь поесть вот возьми ты хороший парень что это вот репу ты мне дала так ну давай бабки пойду куплю что я за свои что ли буду тебе покупать это мне напоминает задание выслера дай мне золото и я схожу к этому торговцу для тебя а тебе можно доверять только попробуй потратить эти деньги на выпивку слышишь самое глупое что могло тебе в голову прийти себе их и потратил только на что-нибудь интересное сундучок ну мы пока не будем злить местное население так по какой мне тут дороге надо идти ладно это мы успеем купить тебе сковородку давайте поговорим с этими рабочими может крестьянин крестьянин как идет работа так же как и всегда работы много денег мало а если нам совсем не повезет то завтра придут орки и сожгут нашу ферму дотла королевские паладины заняли весь город но я очень сомневаюсь в том что они поднимут свои задницы и придут сюда если орки нападут на нас а вот интересно зачем приехали паладины на остров что они тут ищут могу я чем-нибудь помочь я ищу работу а ты вообще что-нибудь знаешь о полевых работах а что там такого знать то а в таком случае я думаю мы и сами справимся спасибо но если ты хочешь работать на лобарта в качестве паденного рабочего я могу только предупредить тебя он платит людям вроде тебя сущие гроши я уже понял он предложил купить у него чистую одежду дешевле если я буду помогать на ферме у меня нет для тебя никакой работы но ты можешь принести мне и парням что-нибудь выпить принеси мне бутылку вина и я скажу лобарту что ты очень помог нам хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе вот уж кто точно все деньги бы на выпивку потратил не зря тебя так зовут а давайте проверим я щас помню тут какой-то странный опыт который произошел со мной в первой готике О, нас ждёт ещё много монстров Как интересно, да? Тут уже в первой готике трава была просто нарисована на земле Ну вот как вот, допустим, в этом случае, да? Просто что-то зелёное такое А здесь она ещё и физически как бы присутствует То есть в 3D Ну, в данном случае пшеница Так вот А, у меня даже три бутылки вина Откуда она взялась? Не помню, где я его нашёл Это хорошо Я вспомнил случай в первой готике Когда мы заходили в первый раз в новый лагерь Стражник спросил, нет ли у меня покурить Попутника Я сказал, что есть Он сказал, что ты надо мной издеваешься И потом, когда уже в следующий раз Не было такой опции предложить ему закурить Кто знает, может там был какой-нибудь квест Вряд ли, конечно, но Чем чёрт не шутит Поэтому я вот решил перестраховаться и проверить Если у меня вино, чтобы не запороть ни одного квеста Максимально попытаюсь Качественно пройти игру Вот твоё вино Я, пожалуй, не буду спрашивать, где ты взял его, хорошо? А я не помню Кого это волнует? Но всё равно, спасибо Лобарт услышит только хорошее о тебе Не пей всё сразу Я направляюсь в город И? Ты можешь рассказать о городе что-нибудь интересное? Нет Но Малет частенько ходит в город Возможно, он что-нибудь знает Ну, что-нибудь Что может заинтересовать тебя Он мне уже сказал, что мне надо Прикинуться крестьянином И сказать, что я иду По заданию Лобарта Там на рынок, что ли Или куда-нибудь туда Есть какие-нибудь интересные новости? Я могу поклясться, что видел орка вон там На краю леса два дня назад Ого С тех пор я сплю хотя бы с одним открытым глазом Вот это да Орки Да ещё так близко Это Опасно На начальных стадиях игры Да и на средних Тоже Не подарок Но мы, разумеется, не будем Сейчас искать этого орка Потому что, ну, смысл потом только улепётывать Сверкая пятками Вот тот лес он имел в виду На краю того леса, наверное Давайте пока разберёмся С этими жуками Отлично Из этого не выйдет ничего хорошего Прошёл полноценный удар Всё-таки они сильно снимают У нас совсем никакой брони нет Нам хотя бы действительно Эту крестьянскую одежду уже Хоть что-нибудь Так Куда мы тут идём? Мы не набредём на неприятности? Так Так И что? И ничего Зачем надо было это делать? Непонятно Ох, какое небо Ох, какое небо Облака Солнце прям слепит Здорово, конечно Здорово Даже сейчас это смотрится здорово А по тем временам Каково это было? Так, ладно С этим крестьянином Алкоголиком Мы Решили вопрос Теперь, значит, надо найти торговца Недавно проходил по дороге Ну, дорога тут одна Вот она Куда он там проходил? А, вон там Повозка какая-то Ага, вот, наверное Торговец этот Да? У тебя с повозки Упал свиток заклинания Ты не против, я подниму? Он не против Сейчас посмотрим Что здесь Туда Наверное, не будем углубляться Раз там где-то видели орка Что-то у меня Как-то отпало Желание туда ходить Синяя бузина Кантар Привет Посмотрите, кто у нас здесь Ты ведь идешь в город? Я не прав? Может быть Ты похож на беглеца Все беглецы направляются в город Возможно, ты даже беглый каторжник из колонии Какой проницательный Мне не волнует, откуда ты пришел Но мне кажется, у меня есть интересное предложение для тебя Что за предложение? Что ты можешь предложить мне? Судя по тому, как ты выглядишь Стража никогда не пустит тебя в город Я могу помочь тебе попасть в город У меня есть вот этот клочок бумаги С королевской печатью и подписью губернатора Пропуск С этим пропуском в кармане Ты сможешь спокойно войти в город И стражи придется пропустить тебя Тебе это интересно? А что ты хочешь взамен? Это похоже на подвох Это уж точно Это похоже на подвох Нет Никакого подвоха Ты просто окажешь мне услугу Это прям как Дон Корлеоне Ты говоришь Хотя выглядишь совершенно не так А как ты попадешь в город? Стража знает меня Я просто скажу им, что потерял мой пропуск А пропуск не выписан на определенное имя? Так, что ли? На предъявителя? Что ты хочешь за этот пропуск? Я знал, что не ошибся в тебя Послушай Ты получишь от меня пропуск Прямо сейчас Просто так? Да Но Если я встречу тебя в городе Ты будешь должен оказать мне услугу Ну что? Договорились? Ну ладно, давай Конечно Давай сюда эту бумагу Держи Но обращайся с ней аккуратно Она очень ценна И еще одно Даже и не думай нарушить свое слово Я торговец И имею очень большое влияние в городе Просто так это тебе с рук не сойдет Уж поверь мне Ну это зависит от того Какую ты услугу от меня попросишь Так что это все Мы будем на месте поглядеть Так, давай сковородку Покажи мне свои товары Выбирай Пиратская абордажная сабля Ого-го Цена не детская 20-30 Хорошая вещь, однако Двуручка неинтересна Изысканный короткий меч 15-25 Блин, а с шипами Вот это лучше, чем то, что у нас есть сейчас Не хочется пока Репа Не хочется пока Пила А тут что, можно деревья пилить Ладно Берем сковородку Не хочется пока деньги тратить Возможно мы сможем это найти Или украсть Так, а тут золота у тебя нет Я могу тебе продавать в любом объеме Все, что захочу Ооо, цена за ржавый топор Смотрите, какая интересная Да Так, продадим дубликат лука Так, зелья продавать не будем Джин Не знаю, может кому-то Кто-то захочет выпить Сыр Молоко Похлебка Пока, наверное, это ничего не будем продавать Травы Посмотрим мы алхимикам Я думаю, тоже Алхимию выучимся Посмотрим, какие травы нужны Нам какие нет Пока, думаю Муговая ягода Горец Лечение легких ранений Ммм Факел Вот факелы можно, думаю, попродать пока Мензурку нет О У нас два мешка Кожаных Надо их будет открыть Косяк из болтной травы Может кто-то курнуть захочет Мало ли тут встречу Представителей болтного лагеря Ну, наверное, пока этим ограничимся 257 золота Мне нужно идти Как знаешь Вроде неплохо, мне кажется Так, что за пропуском нам дал Давайте посмотрим Пропуск Хоринис Этот документ Дает право Свободного прохода По всему Нижнему Хоринису На неограниченный период времени Лариус Королевский губернатор Да, без имени Кто им владеет Кто им владеет Кто-то ходит Ну, ладно Хотя Я, в принципе, мог попытаться Соврать Сказав, что я Крестьянин Иду по заданию лобарта Но уж раз нет То С пропусками Думаю, всякое надежнее Там бы Повелись А не не повелись На то, что Может они знают Там крестьян в лицо Что-то может быть Хорошего или плохого Кусок железа Ставишь Огреешь И все Ты дашь мне что-нибудь Поесть? Ты сегодня уже получил Свою порцию Заходи попозже Да, это аналог Повара Из первой готики Но тут повар Нас надурил Он нам не каждый день Давал По этому Своей похлебки Из мясных жуков И грибов Так, лобарт По-моему, я всем помог уже У тебя есть еще Какая-нибудь работа для меня? Нет, но ты можешь Спросить у моей жены Или парней на поле Возможно, им нужна помощь Уже все сделал Сколько стоит Эта рабочая одежда? Так, посмотрим Посмотрим Ты работал для меня на поле Ты помог моей жене Вина говорит Что ты очень помог ему А это кое-что да значит Обычно он не очень-то ладит С паденными работниками Мы сошлись на почву Малит говорит, что ты прогнал бандитов Эти ублюдки доставляли нам много проблем Спасибо, что избавил нас от них 30 золотых монет И дешевле я ее не отдам Ну это нормальная цена Защита оружия 10, стрела 10 Ерунда, конечно, но Что делать? Давай тогда сюда Эту рабочую одежду В моем доме есть сундук Где ты найдешь постиранные вещи Оно еще и чистое Но даже не думай взять Что-нибудь там без разрешения Ну хорошо Как это? Вообще на что он рассчитывает? А где сундук? А вот тут А жена твоя не будет против? Если я полезу в сундук Как-то это все подозрительно мне Ну ладно Ну если что, мне твой муж разрешил Не кидайся на меня Ну вроде все нормально Вот она, одежда фермера Так Ну что же, наша первая броня Как быстро мы ее получили Все-таки действительно Вторая готика попроще Первой Там все это развивалось Немножко медленнее Одежда фермера О А здесь написано по 15 Кто врет Если Лобард вжал То ему это было не выгодно Он задержал свойство брони О Ну сразу стал похож на фермера Одежда фермера Часть первая Давайте посмотрим Что написано здесь Да, действительно по 15 По-моему Тяжелые штаны рудокопа Как раз и давали 15 Там еще были легкие Они меньше давали Так что это считайте Что мы в тяжелых штанах рудокопа Это Та броня В которой мы пол игры И это не преувеличение Где-то действительно Пол игры отходили Ну что, все Спасибо Пока В принципе За что спасибо Я это все действительно отработал Такой Собакевич Благодарить его не за что Ну мы же просто Культурно Поэтому Так сказали Вежливые Культурные Как настоящий заключенный Две мухи Сейчас опять Намучимся По одной выманивать Ну конечно же А нет Нормально Все прошло Эй-эй-эй Давай Покажи этим тварям Где раки зимуют Я показал Ну неплохо Неплохо Все проходит Да Все таки Надо сказать Большой шаг В удобности Управления То что Мы можем Атаковать И защищаться С помощью всего Одной кнопки Либо левой клавишей Мышей Либо правой Правда Для этого Боковые удары Пришлось ставить На Ку-е Но я их так особо Не использую практически Потому что Ну смысл В первой готике Их Понятно для чего Было использовать Когда мы Не могли делать связки Только один удар наносили Тогда мы их использовали Потому что они довольно таки Неплохо Вот так Если вот так Нажимать Связывались А сейчас Когда мы прямым ударом Проводим связку Из двух Затем Отскакиваем Или можно блокировать Вообще В боковых ударах Не вижу Смысла Наверное Я их даже И использовать не буду Я их всего Пару раз Использовал Вот когда там Город уже Вторую Я думаю Это открывание Замков Именно так Как мы поступили В первой готике Мне кажется Это Наиболее рациональный Подход При распределении Очков От первых Двух уровней Опять-таки При условии Что Здесь Найдутся Соответствующие Учителя Потому что По-любому Возникнут Какие-то Конфликты С местными Да Вот Глазкая крыса Она не маленькая Она обычная Черт Это может плохо Закончиться По 40 Они чем-то Отличались От маленьких По-моему За тех Тоже по 40 Давали Я прям Не помню Так Что у нас Здесь Так А туда Мы сможем Перепрыгнуть Нет Не допрыгнули А там Много Грибов Я хочу Туда попасть Так Как же Это сделать Я хочу Грибов Так Ладно Так Что это Такой Ржавый Топор Давайте Здесь Пробежим Это Ров Перед Так Кого тут Покромсали Атака была Ров Защитный Ров Перед Замком Почему Он не Наполнен Водой Странно Так Потому что Везде Неровные Края Вот Такие Скосы Понаделали Специально Чтоб Герой Не мог Подняться Хитроумные Создания Я думаю Мы тут Что нибудь Придумаем Как Допустим Если С этой Стороны Зайти Да Вот Тут Можно Так Что у нас Тут Что нибудь Будет Интересное Там Уже Как Куда То Совершенно Далеко Ушли Наверное Не надо Здесь Лазить Так Далеко Уходить Смысла Нет Ну А тут Мы Можем Подняться Да Боже Мое Ну Это Что Это Вообще Какой Отстой Слава Богу Так Тут Чего Вроде Ничего Аккуратненько Так А здесь Можем Пройти Тогда Пойдем Сейчас Там Грибочков Асо Собираем Рано Или Поздно Это Должно Было Случиться Пещера Докоп Вот Эти Здоровые Лопухи По 15 Дают Здоровью Так Что Очень Даже Неплохо В ящике Ничего Нет Ничего Нет Давайте Еще Раз Пройдем По Низу До Камня Потому Что Здесь Мы По Низу Не Ходили А Пришли Сверху Ну Вот Нашли Ржавый Меч По Мо У Нас Точно Так Именно Так Ничего Страшного Какую-то Часть Травы И Пять Вечерает Как быстро Идет Время Или это Мы Долго Копаемся Еще Ржавый Меч У Нас Целых Три Теперь Одинаковых Меча Так Ну Все Здесь Мы Были Здесь Все Забрали Так Еще Хочу Немножечко Назад Вернуться Потому Что Там Там Из Дороги Ушли Наверх Чтобы Ничего Не Пропустить Потому Что Я Сейчас Понимаю Мы Надолго Засядем В Городе Там Особо Опыта К нам Ити Не Будет Как И Добыча Пока Мы Не Научимся Воровать Поэтому Мухи Ну Что Выманить Мух Ладно Успеется Да Все Теперь Точно Мы Все Смотрели И Давайте Заходить В Город Так Скажем Ну Пропус Пока Не будем Говорить Что Мы Крестьяне Стой Ты Один Из Работников С фермы Лабарта Я Никогда Не Видел Тебя Я Недавно Работаю На Лабарта Что Тебе Нужно В Городе Я Пришел Чтобы Ступить В Ополчение У меня Пропуск От Став Золотых Да Вот Пропуск У Меня Есть Пропуск Все В Порядке Проходи Все Все Поряд Спасибо Зарядки В Чем Дело Послушай Ты имеешь Право Находиться В Городе Но Это Не Означает Что Ты Можешь Делать Здесь Все Что Тебе Заблагорассудится Что Я Сделал Если Ты Не Придерживаешься Общепринятых Правил Ты Потеряешь Свои Права Здесь Да Все Нормально Все Буду Придерживаться Пока Что Восемь Вечера Зажигаются Фонари Ну Тут Все Как Чинно Благородно Обустроено Плиточка Тротуарная Фонарики Стой Чужеземец Кто Такой Я Лотар Паладин Короля И Преданный Слуга Иноса Наш Командующий Лорд Хаген Верил Мне Задачу Объяснять Всем Новоприбывшим Новые Законы Которым Должны Подчиняться Все Жители Этого Города Ну Ты Мне Нужен Ксардос Мне Говорил Поговорить С Паладинами Ну Что Сейчас Не Отдашь Глаз Иноса Или Будешь 150 Квестов Мне Давать Прежде Чем Все Так И Отдашь Почему Мне Кажется Что Второе У меня Важное Сообщение Для Предводителя Паладинов Достопочтенный Лорд Хаген Никого Не Принимает За все Вопросы Касающиеся Простого Народа Отвечает Лорд Андре Командир Городской Стражи Послушай Этому Городу Угрошают Драконы Это Не Может Быть Правдой Еще Один Сумасшедший В Городе И Без Этого Полно Проблем Не Хватает Только Еще Идиота Пугающего Людей Баснями О Драконах Я Немедля Посадил В тюрьму Последнего Кто Рассказывал Здесь Сказки О Драконах И Отправил Его Тюремным Транспортом В Долину Рудников Так что Попридержи Свой Язык Мы Не Можем Позволить Чтобы Кто Либо Здесь Сеял Панику Среди Людей Да Не Очень Умно С твоей Стороны Так Уже Кто То Рассказывал О Драконах Да Те Это Не Кажется Пугающей Закономерностью Кто Ты Уже Докладывал О Драконах Да Парень По Имени Диего Ё Если Я Не Ошибаюсь Я Предупреждал Его Как И Тебя Но Этот Безумец Не Переставал Действовать Мне На Нервы Это Женок Лучший Друг Где Его Найти Где Могу Провести Ночь Так 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 Почему Я Не Могу Спросить Где Найти Диего А Ну Он Скал Что Опять Его Отправил В Колонию Сейчас Нет Барьера Я Я Пришел Чтобы Получить Глаз Инноса Священный Глаз Инноса Откуда Ты Знаешь О нем Ты Не Принадлежишь К Нашему Ордену Мне Сказал О нем Маг Я Не Знаю Какими Мотивами Он Руководствовался Когда Доверил Один Из Секретов Нашего Ордена Тебе Но Он Наверняка Не Имел Ввиду Что Ты Можешь Коснуться Его Своими Руками Но Я Ничего Об этом Даже Слышать Не Хочу Сначала Ты Нес Всякую Чушь О Драконах И Теперь Вот Это Невероятно Да Как Что Непроходимо Туп Хорошо Объясни Мне Законы Этого Города Во Первых Достопочтенный Паладин Лорд Хаген Расквартирован В верхнем Квартале Вместе Со Своими Войсками Вот Почему Доступ В верхнюю Часть Города Разрешен Только Уважаемым Горожанам Во Вторых Городская Ратуша Находящаяся В верхнем Квартале В настоящее Время Является Командным Пунктом Паладинов Доступ Туда Имеют Только Сами Паладины И члены Ополчения И В Третьих Тот Кто Обвиняется В Преступлении Должен Предстать Перед командиром Ополчения Есть Вопросы? Да Большой Сфот Правил Как Всегда Кровью Потом Подниматься По Иерархии Как Я могу Стать Гражданином Этого Города Гражданином Города Может Считаться Только Тот Кто Имеет Постоянную Работу Но Не думай Что Ты Сможешь Предстать Перед Лордом Хагеном Только Потому Что Ты Являешься Гражданин Как Гражданин Ты Получишь Доступ В Верхнюю Часть Города И Не Более Того Только Будучи Членом Ополчения Ты Сможешь Получить Доступ В Ратушу Ну Нам Это Не Надо Мы Будем Магом Я Думаю Мага Уж Точно Пустят Если Какого Ополченца Ополченец Это Человек Набираемый Из Местных Как В Услужение Орден Палатинов Получается Так Вообще Конечно Зачем Они Прибыли Их Цели По-любому Серьезные Просто Так Бы Этого Всего Не Было А Вот Работу Вполне Можно Найти День Наверх Если Нас Пропустят Я Думаю Там Жил Толстосу Так Что Где Найти Работу Где Я Могу Найти Работу Тебе Придется Стать Учеником Одного Из Мастеров В Нижней Части Города Как Только Мастер Примет Тебе На Работу Ты Станешь Гражданином Этого Города Однако Другие Мастера Должны Согласиться С этим Так Так Обычаи Хориниса Если Ты Думал Найти Работу В Портовом Квартале Забудь Об этом Там Живут Отбросы Общества Даже Несуй Туда Свой Нос Ты Пожалеешь Об этом Бандитский Райончик Как мне Попасть В Верхний Квартал Скажи Ты Меня Вообще Слушаешь Ну так Ты Не Являешься Гражданином Этого Города Ты Можешь Даже Не Пытаться Стража Все Равно Тебя Не Пустит Все Что Находится За Внутренними Вратами Для Тебя Является Запретной Зоной Так Я не буду Спрашивать Спрашивать Как поступить На службу В ополчении Хотя Для общей информации А как я могу Поступить На службу В ополчении По прямому Указанию Лорда Хагена На службу В ополчении Принимаются Только Граждане Города Понимаю Если ты Хочешь Узнать Больше Поговори С лордом Андре В казармах Ну понятно Так Что мне нужно сделать Чтобы получить доспехи Как у тебя Ну понятно Что нужно Настать паладином Но я не хочу Ну давайте спросим Опять же Для общей информации Что мне нужно сделать Чтобы получить доспехи Как у тебя Что Ты даже Не являешься Членом Ополчения Ты даже Не гражданин Как ты даже Думать Смеешь О том Чтобы носить Доспехи Паладина Только Немногим Из солдат Ополчения Успешно Выполнившим Необычайно Важное Задание Была дарована Такая честь Если ты Хочешь Стать Паладином Впереди Тебя Ждет Очень долгий И тернистый Путь Мой Мальчик Сам Мальчик Я ходил В рудных Доспехах Носил меч Который Мочил Магией 150 И убил Спящего Что ты мне Тут Рассказываешь Где мне Найти Командира Городской Стражи Лорда Андре Можно найти В казармах В противоположном Конце Города Да Придется Поискать Да Где позаночевать Потому что Уже как бы И дождь И темно И неуютно Где я могу Провести ночь Если ты Ищешь место Для ночлега Иди в отель Находящийся Перед казармами Паладины Платят За ночлег Всех путников Которые заходят В этот город Странствующие Торговцы С рыночной площади Тоже ночуют там Ну Хоть какая-то Польза от вас Паладинов Оплачивать Ночлег Я должен Идти Если я еще Хоть раз Услышу Что ты Рассказываешь Людям о драконах У тебя будут Большие проблемы Тебе все Ясно Ой Какой долгий Нудный Этот был разговор Ну Теперь У меня все Ясно Кстати Что у нас По квестам Объявление О розыске Бандиты За мной Ходятся Бандиты У них есть Сильсток С моим Изображением Интересно Что это все Значит Главаря Бандита Зовет Декстер Он скрывается В шахте Около Поместья Лендлордов И Глаз Иноса Но это Глобальное Задание В городе Коринус Расположился Отряд Паладинов Они Обладают Сильным Артефактом Глазом Иноса Его сила Должна Помочь Нам Избавиться От драконов Я должен Убедить Паладинов Что нам Нужно Объединить Наши Усилия Да Ну вот Этого Твердолоба В чем Можно Убедить Вообще Уже Время Одиннадцатый Час Ночь Время Воров А мы Не вор Поэтому Я думаю Надо Найти Отель Единственное Я узнаю Что Вот Это Такое Что Ты Тут Охраняешь Стой Сюда Вход Запрещен А что Это Такое А Склад Никому Нельзя Входить На Этот Склад Достопочтенный Лорд Хаген Хранит Здесь Товары Конфискованные Для Королевской Армии Ну Что Ж Тем Паче Мне Туда Надо Попасть Но Пока У меня Нет Воровских Навыков Смысла Нет Верхний Квартал А Вот Тут А где Гостиница Торговый Район Так Надо Идти В сторону Торгового Района Давайте На всякий Случай Попробуем Что они Нам Скажут Ну Конечно Не Пустят Стой Только Граждане Города И Служащие Королевских Войск Могут Входить В верхний Квартал Города Там Совсем Все Красиво Я уважаемый Гражданин Ходин Да Я думаю Они знают Их Всех А может Сделать Для меня Исключение То Правило Есть Правило Правило Применимы Ко всем Без Исключения Если Я позволю Тебе Нарушить Эти Правила Это Будет Нечестно По отношению К тем Кто Выполняет Их Весь Мир Устроен Нечестно И те Кто Придумывает Правила Как раз Таких Не Исполняют Так что Тут Ты Не Прав Тупой Вояка Так Ладно Где А вот Это Какие То Вывески Магазин Матео Смертоносная Стрела Здесь Луки Стрелы Продают Городской Страшник Это Не Подскажешь Где Гостиница Что Ты Можешь Рассказать Об этом Квартале Что Ты Можешь Рассказать Не Об этом Квартале Сейчас Ты Находишься В Нижней Части Города Куда Ты Хочешь Попасть В Гостиницу Так На площадь Нарыночную Храм На Совершенный Квартал Казарма Вроде Напротив Казарм Гостиницы Недалеко От них Туда Хочу Где Находятся Казармы Пройди Через Проход У Кузницы И Ты Попадешь На Храмовую Площадь Выйдя Из Храма И Пройдя Мимо Таверны Слева Ты Попадешь На Площадь Правосудия Это Огромное Здание Казармы Просто Поднимись По Лестнице Спасибо Именно Это Я и Хотел Узнать Ну Бывай Так От Кузниц Так Что Это За Человек Торбин Ах Новое Лицо Ты Ведь Не Из Хориниса Да Сейчас Не Лучшее Время Для Путешествий Бандиты Повсюду Работы Нет А Теперь Еще И Фермеры Восстали Каким ветром Тебя сюда Занесло Все Как Всегда Беда Не Приходит Одна Я Ищу Работу Ты Что Нибудь Знаешь О Плотницком Деле Единственное Что Я могу Получить Из дерева Это Огонь А Что Насчет Замков Ну Извини Но Я Не Могу Взять Тебя Если Ты Ничего Не Понимаешь В Моем Ремесле И У Меня Нет Денег Чтобы Платить Ученику Ты Разбираешься В Замках Так Ты Разбираешься В Замках Какой Смысл В Хорошем Сундуке Без Хорошего Замка Я Делаю Свои Собственные Замки Так По Крайней Мере Я Могу Быть Уверен Что Не Делаю Сундуки Которые Ни От Чего Не Защищают Плохо Сделанный Замок Легко Сломать А В Хоринисе Очень Много Воров Особенно В Последнее Время И Я Хочу Чтоб Это Количество Увеличилось Еще На Единицу Ты Можешь Научить Меня Вскрывать Замки Отмычками Я Не Знаю Можно Ли Тебе Доверять Боюсь Ты можешь Оказаться Одним Из Этих Бездельников Которые Приходят В город Только Чтобы Очистить Сундуки Честных Людей Я Ничему Не Буду Учить Тебя Пока Не Буду Уверен Что Ты Честный Человек Короче Надо Стать Гражданином Города Ты Можешь Продать Отмычки Давайте Хотя Б Пока Купим Ты Можешь Продать Мне Отмычки Хорошо Но Они Ничем Не Помогут Тебе Пока Ты Не Научишься Пользоваться Ими Так 12 Штук Ого Это На 120 Золотых Ну А Что Делать Надо Брать Надо Брать В Любом Случае Я Думаю Они Окупятся Слегкой Так Подадим Жавый Топор Жавый Меч Кочергу Ну И Пока Наверное А Ну Вот Молот Пила Серебряное Кольцо А Надо Открыть Эти Кожаные Мешочки Ну Вот Вроде Все Да Неплохо Мы Уполовинили Свой Капитал А Что Если Я Поступлю Ученики К Одному Из Других Здешних Мастеров Хорошо Я Дам Своё Одобрение Но Тебе Нужно Сначала Получить Благословение Богов Скажи Ты Верующий Человек Так Ну Я Понял Что Ты Верующий Да Значит Надо Сказать Что Я Верующий Правильно Каждый Хочет Услышать То Чем Я Я Я Я Да Я Образцовый Верующий Мастер Торбен Тогда Иди К Ватрасу Жрецу Одоноса Пусть Он Тебе Даст Благословение Он Также Подскажет Тебе Где Найти Жреца Инноса Ты Должен Получить И Его Благословение А Когда Ты Получишь Благословение Богов Я Проголосую За Тебя А От Беляра Не Надо Теб Благословение Что ты знаешь О паладинах Немногое Они Прибыли На корабле С материка Две Недели Назад С тех пор Они Заперлись В верхнем Квартале Города Никто Толком Не знает Зачем Они Прибыли Многие Опасаются Нападения Орков А я Думаю Что они Здесь Чтобы Подавить Восстание Фермеров Вот уж Вряд ли Странное Совпадение Что они Прибыли Когда Пал Барьер Вот Что Ты знаешь Что-нибудь О восстании Фермеров Ходят Слухи Что Лендлорд Онор Нанял Наемников Чтобы Стряхнуть Со своей Шеей Королевские Войска Он Вероятно Устал Отдавать Весь Свой Урожай Паладинам И Ополчению Ну А в городе После этого Стали Расти Цены На Продовольствие Ну Разумеется Ферма Далеко На восток Отсюда Мы Не знаем Были Там Сражения Или Нет Если Ты Хочешь Узнать Больше Поспрашивай Торговцев На рыночной Площади Они Лучше Знают Обстановку На острове Чем Я Так Ну Пока Наверное Все С тобой Ну Побежал Как Ошпаренный Спать Ну Конечно Уж Время Не Детская А я Вот Задержал Своими Разговорами Кузница От Кузницы Повернуть Куда Он Говорил Сюда Так Это Что Так Это Что Так А Вот Храмовая Площадь Как Много Людей Так Гражданин Гражданка Брайан Регис Ну Давайте С вами Попробуем Поговорим Раз Я Ты Недавно В городе Да Я Брайан Ученик Мастера Горада Не говори Что ты Не знал Этого А Это Кузнец Что ли Каково Это Быть Учеником Кузнеца Почему Ты Спрашиваешь Ты Хочешь Стать Моим Приемником Может Быть Почему Бы И Нет Я Почти Закончил Своё Обучение И Собираюсь Вскоре Покинуть Город Но не из-за Горада Он хороший мастер Я многому научился у него Я что-то слышал об этом А куда ты пойдёшь из столицы? Все об этом знают Почему ты хочешь покинуть город? Потому что люди здесь действуют мне на нервы А особенно Остальные мастера Я ещё не забыл Чего это стоило Стать учеником Горада Каждый из этих шутников Был готов Ставить свою шпильку Я хочу сам решать Кого могу А кого не могу Брать в ученики Я ей больше ничего не скажу Так Кто здесь мастера? Вот это вопрос архиважный А кто здесь другие мастера? Ну это Плотник Торбен Мастер-лучник Баспер Алхимик Константино И Матео Он продаёт доспехи Но в первую очередь Он торговец У каждого мастера Есть свой дом на этой улице А лавка Константина Находится в подземном проходе Ведущем к храму А я только что его прошёл Так может продолжаться вечно Расскажи мне о мастере Гарраде Он сейчас Не в лучшем расположении духа Несколько дней назад Пришли паладины И приказали ему ковать мечи для них Они даже запретили ему Продавать мечи Кому-либо ещё Теперь он как раб Работает дни и ночи напролёт Чтобы как можно быстрее Закончить свою работу Что это значит? Паладины готовятся здесь к войне Чего они не слушают меня? Могу я купить оружие у тебя? Нет Я всего лишь помощник Оружие, которое делается в этой кузнице Забирает ополчение Они уносят его к башням Где оно хранится Но во всём остальном Что касается кузнечного дела Я могу помочь Если бы я не видела это С собственными глазами Что я могу купить у тебя? Я могу продать тебе стальные заготовки Если бы я не видела это С собственными глазами Кровать я не обучен Так, Регис тоже куда-то ушёл Что у нас здесь? Так, давайте откроем Кожаные мешочки Двадцать пять И пятьдесят Ну, уже немножко повеселее стало Кто тут молится? Какой-то маг воды, да? Ватрас А, у него надо мне получить благословение Привет Да пребудет с тобой Адонас Какой пафос Кто ты? Я Ватрас Слуга Адонаса Стража равновесия Божественного и земного Что я могу сделать для тебя? Благословить Я хочу сделать пожертвование Адонасу Но Пока не будем этого делать Возможно, чуть попозже Что это нам даст? Когда особо денег нет Благословение Не особо выглядит умным занятием Я прошу твоего благословения Почему я должен дать тебе Моё благословение, чужеземец? Я хочу стать учеником Одного из мастеров В нижней части города Я могу дать тебе благословение, чужеземец Но я ничего не знаю о тебе Расскажи мне о себе Что ты хочешь знать? Ну, ты можешь рассказать мне Откуда ты пришел И зачем ты пришел в этот город У меня важное сообщение Для главы паладинов Что за сообщение? Прям какая-то исповедь Ну, пришли драконы Ну, меня предупреждали Не говорить об этом Ну, какого черта? Люди должны же знать Может, этот маг воды Он влиятельный Я думаю, более умный Чем вот тот тупица-паладин И как-то мне может посодействовать Все-таки донести эту информацию До руководства ихнего Пока мы разговариваем Собирается огромная армия Ведомая драконами Эта армия намеревается Завоевать нашу страну Драконы Ты говоришь о существах Которые до последнего времени Упоминались только в легендах Откуда ты знаешь это? Ох, я где-то слышал об этом Не сказал об этом Максардас Ну, это совсем глупо Где-то я слышал об этом Скажешь, что ты тупой вообще Что ты мне тут лапшу на уши вешаешь Ксардас просил Не называть его имя Магом огня А это маг воды Можно же ли это? Но я не буду говорить, где он Он говорил, что Маги вроде как знают Что Ксардас жив Но не знают, где его искать И это его вполне устраивает Так что я думаю Давайте скажем, что все-таки Ксардас Потому что, ну, вторая фраза Уж совершенно нелепая А если он спросит, где Ксардас находится Тогда мы Наверное, тогда придется врать Давайте так сделаем Мне сказал об этом маг Ксардас Он послал меня предупредить паладинов Некроман Так он жив И он послал тебя А кто же ты тогда такой? Кто я такой? Я тот, кто был спящим Я бывший заключенный колонии Хориниса Так ты дашь мне свое благословение? Хорошо Давай подытожим Ты бывший заключенный Которому сказал некроман Ксардас О том, что пришли драконы Чтобы завоевать страну И ты пришел, чтобы сообщить это паладинам Это все звучит довольно фантастически Но я не думаю, что ты солгал мне Поэтому я вынужден предположить Что твои мотивы благородны Еще бы Ступай с благословением Адоноса, сын мой Ну, спасибочки Где мне найти шрица Инноса? Попробуй поискать его на рыночной площади Ты найдешь там представителя монастыря Так, научить меня чему-то из области магии Но мы не будем сейчас ничего учиться Но на будущее узнаем Ты можешь научить меня чему-нибудь из области магии? Только избранным Инноса и избранным Адоноса Позволено пользоваться магией рун Но обычные смертные также могут пользоваться магией При помощи свитков Я могу показать тебе, как направлять и усиливать свои магические способности То есть, что? Увеличить манну? Я хочу повысить мои магические способности Ну, точно Манна плюс пять, цена десять? Ох, ничего себе Вот это цены Расскажи мне о богах Что именно ты хочешь знать? Расскажи мне о Белиаре Белиар — это темный бог смерти, разрушения и всего неестественного Он ведет вечную битву с Инноса Но Адонос стоит на страже баланса между этими двумя Только немногие люди следуют зову Белиара Однако он дарует огромную силу своим слугам Расскажи мне об Адоносе Адонос — бог центра Он весы правосудия Страж равновесия между Инносом и Белиаром Он повелевает силой изменения Его дар — вода во всех океанах, реках и озерах Его жрецы — маги воды Я тоже слуга и жрец Адоноса Это я уже понял Расскажи мне об Инносе Хорошо Иннос — первый и величайший из богов Он создал солнце и мир Он повелевает светом и огнем Его даром человечеству Он — суть закон и правосудие Его жрецы — маги огня А паладины — его воины А кто воины Адоноса? А кто Белиара? Ну, то есть, маги-то, понятно Там воды, а там некроманты А воины, что есть только у Инноса? Ну, ладно Мы узнали чуть больше о теологии готической Хотя, в принципе, основу мы уже знали Из первой готики, из книг Так, что еще? От нас осталось спросить, может ли он лечить нас? Ты можешь вылечить меня? Сейчас ты не нуждаешься в магии исцеления А если буду нуждаться, вылечишь? Ты хочешь сказать? Будем надеяться, что да Какие у нас задушевные разговоры, получается, ночные Так и спать нам не надо будет Это секрет Ночь уже Половина ночи прошла У меня собственное мнение на этот счет У него собственное мнение Это секрет Тут у нас чего? Какая-то Курильня Кальян Никто ничему не учится у меня Гражданин-гражданка О, тут чего у нас? Пив-бар? А я покой-то пиво взять Или... Мой муж думает... Такая уборма, она спрашивает С этим уже ничего не поделать Эй, не стесняйся, подходи Отведай холодного пива Лорд Андре расщедрился на несколько бочек бесплатного пива Ну вот спасибо Эй, не стесняйся, подходи Отведай холодного пива Паладины со всем разберутся сами А ты можешь подтягивать здесь пиво и наслаждаться жизнью Ну я понял В общем, паладины стараются снять градус напряжения По крайней мере, у жителей города Они... И у жителей, и у посетителей города Они предоставляют бесплатную выпивку И бесплатный ночлег Слушай, во всех городах и провинциях королевства Объявляется военное положение Все гражданские судьи должны сложить свои обязанности И передать их королевским паладинам Высокочтимому лорду Андре Приказано карать любое преступление Или акт сопротивления королевской стражи Самым жестоким образом Все жители Хориниса Виновные в преступлении Должны немедленно прибыть к лорду Андре Отстань от меня, я на работе Ничего себе, у тебя работа В три часа ночи орать на улице Это виселица Для тех, кто не понял Что теперь тут Паладины командует Так, ну тут интересный разнообразный люд Давайте потихонечку поговорим с ними Те, кто иметь собственные имена Рингал Эй! Что ты делаешь здесь? Я не понимаю Какое тебе до этого дело? Проваливай! Ух ты! Что за хамство? Эй! Что ты делаешь здесь? Я не понимаю Вот тебе раз Ладно Стражник бухает В одежде Ты не при исполнении часа Эй, ты! Почему ты себе позволяешь? Эй, как дела? Пока у паладинов нет никаких заданий для меня Я могу расслабиться и попить пивка А что еще делать? Действительно Ты работаешь на паладинов? Да Я докладываю им о ситуации в городе В настоящий момент все спокойно Да, неплохо ты заложил А как ситуация с орками? Нет причин для беспокойства Городская стража и паладины Держат ситуацию под контролем Иди спокойно домой Оставь нашу работу нам Мы отвечаем за город и его граждан Это действительно правда Так Я полагаю, можно его еще больше напоить И возможно, мы сможем какую-то информацию вытянуть Скорее всего, он знает больше Чем говорит о целях пребывания паладина в городе Хочешь еще пива? Ах, нет ничего лучше, чем холодный эль Ты хочешь сказать? А, и пьет вино Вот интересно Ну да ладно Ты что-то хотел сказать насчет орков? Ах да, точно Орки не представляют угрозы для города Он не может угодить всем Они застряли в долине рудников А проход охраняется паладинами Даже мясной жук не просочится там Это не новость Ну что еще? Хочешь еще пива? Я бы не отказался еще от одной пивы Так куда уж тебя? Ты сейчас свалишься тут прям на пол Если все будет по-другому Говорят, орков видели у самого города Да, точно Опасный орк около города Этот орк настоящий монстр Он скоро нападет на город Послушаю Мы порвем этого орка Как тузик тряпку Если он подойдет близко к городу Понял? Понял Так все-таки ты подтверждаешь Что орк есть рядом с городом И тот крестьянин с фермы Лопарда не соврал Это ж не просто так Это что? Это разведчик, скорее всего Не просто ж так он здесь тусуется Потому что ему нравится Рядом с человеческим городом И вы это не воспринимаете серьезно? Это не утирает меня Хочешь еще пиво? Горький, эй Однозначно лучший Что-то тебя уже совсем разрывает Все, сейчас он рубанется, наверное Знаешь Не часто встретишь парня Готов угасить тебе пивом Ты наш человек Все Больше с него ничего не выводите Как интересно Посмотрите уже 4 часа Слушайте, жители Хориниса Так По прямому указанию Достопочтимого лорда Хагена Сегодня вступает в силу Следующий декрет Учитывая общую ситуацию Леса и пустоши около города Следует избегать Ради вашей собственной же безопасности Кроме того Любые контакты с восставшими крестьянами В прилежащих землях Строжайшие запрещены Да, понятно Из города лучше не выходить Так, а что тут у тебя за одежда? Как будто послушник какой-то Ульф Это не новость Что ты делаешь здесь? Я послушник в монастыре Я выполняю задания магов А также паладинов Я доставил трём трактирщикам города вино Из монастыря Я полностью с тобой согласен Кто эти трое трактирщиков? Один из них Вот этот добрый человек За прилавком Также ищу Карагон Хозяин таверны на храмовой площади И Кордиф Владелец бара В портовом районе Не говори, что ты не знал этого Ну и что? Хорошо наварился? Ему нельзя доверять Что ты можешь рассказать мне о монастыре? Мы, послушники, ищем просвещение в молитвах Инносу И изучение принципов веры под руководством магов Мы служим им так же, как служим Инносу И готовим себя к единению с огнём Кремация, что ли? Это не удивляет меня Отведи меня в монастырь Ну, не так рано Я надеюсь, там будут это подтверждающие вопросы Так рано я ещё не хочу в монастырь Отведи меня в монастырь Забудь об этом Ты знаешь, сколько различных злобных тварей встретилось мне по пути? Ну, прикольно Да я думаю, обо всех этих кровавых мухах Если он этого не видит Волках и гоблинах Я рад, что мне больше не нужно жить здесь Кроме того, тебя всё равно не пустят в монастырь Почему? Кот в монастырь разрешён только магом, паладином и послушником А как стать послушником? А как мне стать послушником? Если человек чувствует глубокое желание Да, 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 непреодолимое Эй, просто скажи мне, каковы условия? Ты должен принести дары Овцу и... Тысячу золотых монет Сколько? Как мне раздобыть такую огромную сумму? Так как очевидно, что ты не знаешь никого, кто бы мог заплатить за тебя Тебе просто нужно заработать её В наши дни даже и не знаешь, кому верить Если тебе нужно денег ровно столько, чтобы не протянуть с голода ноги То их можно заработать А если тебе нужна огромная сумма, то надо придумать что-то другое Да где я могу найти овцу? У фермеров, конечно же Но ты не получишь её даром Ты действительно веришь в это Да Как попасть в монастырь? Слушайте, жители Хориниса Так По прямому указанию достопочтимого лорда Хагена Сегодня вступает в силу следующий декрет Учитывая опасность нападения на город орков Все жители города должны соответствующим образом подготовиться Все должны немедленно приступить к обучению боевым навыкам И должным образом вооружиться То есть ожидается война, смотрите Из города лучше не выходить Это не удивляет меня Всем вооружиться и обучаться О, нарисована постель Трактир спящий Толстосум Смысл уже светло и пять утра Но правда торговцы стоят восемь А? Клиент, что я могу сделать для тебя? Можно и поспать часика три С дороги как раз, да? Неплохо будет Несколько вопросов о городе Расскажи мне о городе Хоринис Один из самых богатых городов королевства Даже несмотря на то, что сейчас он совсем не кажется таким Но с тех пор, как началась война с орками Всяческая торговля практически умерла Король реквизировал весь торговый флот для нужд армии И теперь в наш порт корабли практически не заходят Поэтому поставки товаров очень ограничены И многие горожане очень обеспокоены этим Никто не знает, что принесет нам будущее Нам ничего не остается, кроме как ждать и надеяться на лучшее Вряд ли в наших силах хоть что-то изменить Надо наращивать собственное производство Вопрос актуальный для нашей многострадальной страны сейчас Кстати, у тебя картина такая же, как у Ксарлиса Где я могу купить что-нибудь здесь? Рынок находится прямо перед парадным входом в отель Я думаю, ты найдешь там все, что тебе нужно Также есть несколько лавок-ремесленников в другой части города Большинство из них находятся неподалеку от городских ворот Также в порту ты найдешь торговца рыбой Его лавка смотрит прямо на гавань Понятно Я хочу снять комнату Ты обратился как раз по адресу Один из паладинов сказал мне, что я могу провести ночь здесь бесплатно Да, да Просто поднимись вверх по лестнице Пара коек там еще свободна Интересно, а... А почему паладины платят за все? Я не знаю точно, с чем это связано С одной стороны, я думаю, они хотят, чтобы нищие не ошивались ночью на улицах Так безопаснее для всех Ну а с другой стороны, они хотят завоевать расположение Странствующих торговцев Сейчас, когда фермеры подняли восстание Нам остается полагаться только на торговцев В вопросах обеспечения города продовольствием Кроме того, я думаю, они хотят поднять немного моральный дух в городе Лорд Андре даже приказал раздавать бесплатное пиво на площади правосудия Да, я заметил А что все встают? Сколько уже времени? Кто здесь живет сейчас? В основном странствующие торговцы с рынка Ага Даже не думай, чтобы пошарить в их пожитках Мне не нужны здесь проблемы Так, ну все понятно Очень жаль Так, что у нас тут? Койко-место Койко-место За тобой должок И пришло время вернуть его Что ты хочешь? Как-то быстро оказался Я хочу вернуть мой старый прилавок на рыночной площади Сара увела его у меня И я хочу, чтобы она вернула мне этот прилавок назад А моя роль в этом какая? Я дам тебе письмо, которое ты должен подложить в ее карман Затем ты пойдешь к Андре И скажешь ему, что Сара продает оружие Анару Ее посадят в тюрьму Ты получишь награду А я свой прилавок У тебя есть два дня на выполнение этого Ты какой-то подлец А если лорду Андре сдать тебя, а не Сару? А что будет, если я откажусь? Это будет очень глупо с твоей стороны Понимаешь, я знаю, что ты беглый каторжник Если об этом прознают остальные Это нанесет значительный урон твоей репутации в городе Хм, ты хочешь сказать, держишь меня за одно место? Ну давайте согласимся, но обдумаем Обдумаем Хорошо Похоже, у меня нет выбора Ты сообразительный парень Вот, держи письмо А как я подложу ей это письмо? Пусть она покажет тебе свои товары А пока она будет делать это, ты подложишь ей письмо И помни, я очень влиятельный человек Так что не пытайся провести меня Товары не обновились у тебя? Покажи мне свои товары Выбирай Нет Обычно, если кто влияет на человека Мне нужно идти Как знаешь Он об этом на каждом углу Не распространяется И тут кто-то спит Кто-то работает Кто-то на что учился Что за бабуин? Приветствую тебя, мой друг Присядь на мой скромный коврик И насладись дымом из моей трубки Какой коврик? Какая трубка? Ты что, дунул? Кто ты? Меня зовут Абуин Ибн Джадир Ибн Омар Халид Бен Хаджи Аль Шариди Я пророк и предсказатель Астролог И торговец табаком А можно тебя как-то по кароче называть? Что за табак ты предлагаешь? Мои трубки набиты острым Освежающим яблочным табаком Выбирай, что хочешь, сын приключений Что я хочу? У тебя есть другой табак? А у тебя есть другой табак? Я предлагаю только лучший табак Это яблочная смесь Симфония моей родины Южных островов Но, конечно же, я всегда готов попробовать другой сорт табака Если кто-нибудь сумеет приготовить действительно хороший табак А как это делается? Возьми за основу яблочный табак И попробуй добавлять в него различные ингредиенты Это делается на алхимическом столе Если, конечно, ты имеешь навыки в алхимии Хм, ну, может когда-нибудь в будущем Где мне взять яблочный табак? Я дам тебе две порции А там делай с ними, что тебе захочется Если тебе понадобится еще табак То направь свои стопы к Зурису, мастеру зелий Он производит этот табак и продает его Ты можешь сделать пророчество? Я к твоим услугам за скромное вознаграждение, о, отец щедрости Сколько ты хочешь? За какие-то 25 монет я рискну заглянуть для тебя в будущее Но помни, будущее всегда неопределенно Все, что в моих силах, это уловить лишь крошечные фрагменты времени Что за цыганские номера? Какой-то лохотрон Ну ладно, расскажем, что делать В смысле, попросим его рассказать Может, хоть опыт получим Расскажи мне о будущем Хорошо, о жаждущий знаний Я сейчас войду в состояние транса Ты готов? Не надо входить в состояние транса Зачем? Не становись трансом Что, вот это нормально Орки Они охраняют вход Старый туннель Долина рудников Люди в сверкающих доспехах Маг Твой друг с ними Он ждет тебя Огонь Нападение Могучего существа Пламя Многие Погибнут Ничего себе Вставило Извини Видение кончилось Больше Я ничего не смог увидеть Ну от пола Он реально оторвался Так что, может, это даже и не И не обман Ты можешь дать мне еще одно пророчество? О, сын загадочного будущего Сейчас я не в силах Приподнять завесу времени Только когда время подаст мне Очередной знак Я смогу помочь тебе Еще раз А когда это будет? Когда будущее станет настоящим И ты продолжишь свой путь Будущее настоящим Когда все то, что ты мне сказал, сбудется Ну Осталось только дожить до этого момента Семь утра Приказано применять закон Самым строжайшим образом Чтобы предотвратить Не санкционированный доступ Андре Где-то здесь он должен быть Вот он Лорд Андре Ух ты Ну это я предлагаю сделать уже в следующей серии А сейчас я прощаюсь с вами И желаю вам всего самого доброго И всех благ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok